Учет, регистрация недвижимого имущества и сделки с ним. Каждый человек обращается в Росреестр для решения своих вопросов. Сотрудники отдела Росреестра в Раменском обслуживают Раменский городской округ Жуковский и Броницы. Это те люди, на которых лежит колоссальная ответственность, которые выполняют колоссальный объем работ, не считаясь со своим личным временем. С 15-летним юбилеем со дня образования Росреестра сотрудников отдела приехал поздравить глава округа. Ваша работа не всем видна, но она очень важна. Вы определяете те границы, границы домов, земельных участков. И это все позволяет избежать множества споров, множества недоговоренностей, которые были ранее осуществлены. И вы являетесь таким своеобразным вектором. В 1997 году был принят закон Российской Федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. К 2000 году была создана система учреждений во всех субъектах страны. В 2004 году указом президента Владимира Путина образована Федеральная регистрационная служба, Росрегистрация, которая в 2008 году, 25 декабря, была переименована в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, Росреестр. В структуре были переданы полномочия упраздненных Роснедвижимости и Роскартографии. В день на сотрудника приходится почти 50-60 дел. Но это не просто нажать на клавиши, а действительно погрузиться и выяснить все нюансы и детали, которые соответствуют рассмотрению этого материала. В штате Раменского отдела 34 сотрудника. Из них 18 человек – регистраторы. Регистраторы – это люди, которые имеют высшее образование. Вот у нас среди них даже один человек, который является кандидатом юридических наук. То есть уровень подготовки и уровень знаний очень даже достойный, и, в общем-то, мы этим гордимся. Сотрудники Росреестра регулярно проходят обучение. Каждый из них должен знать изменения, вносимые в законы, и применять их на практике. Обязательно сдаем экзамены. То есть это не так, что тебя раз назначили, и дальше ты пожизненна. Нет. Если бы ты подтвердил свое звание, свои знания, значит, ты успешно продолжаешь трудиться дальше. Если нет, ну извините. То есть все очень строго на самом деле. Нам в Новом году всем здоровья, счастья, успехов, всего самого наилучшего. Спасибо. Екатерина Фролова, Сергей Григорьев, Елизавета Скрябина. Райманское телевидение.